Новые пешеходные дорожки, зона для скейтбординга, и воркаута, детская площадка, скамейки и фонтаны. Все это в рамках первого этапа обновления парка. Напомним, начать его реализацию удалось благодаря победе города во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Общественная территория, несколько десятилетий носившая наименование одного из ведущих предприятий города, значительно преобразилась, а вместе с новым обликом облило и новое имя. Теперь это место называется парком машиностроителей. По словам местных жителей, таких изменений они здесь не видели давно. Красиво получилось. Я последний раз, два назад как раз видел. Тут было, конечно, немножко... Ну, в общем, сейчас намного симпатичней. Новые лавочки, новые... По сравнению с тем, что было, это намного лучше. И что изменилось? Во-первых, тут было очень много кустарников, деревьев, что мешало, загораживало обзор. Другим аттракционам, местам просто красивые, локации. Теперь можно где еще пофоткаться. Нет слов, чтобы для удивления, чтобы выразить их. Очень нравится. Особенно нравятся дорожки. Раньше мы спотыкались тут, а теперь идешь без оглядки, так хорошо. А вот глава региона Андрей Клычков отметил, что изюминкой обновленного парка стал светомузыкальный фонтан. Парк машиностроителей – это не новый парк, это парк с историей, которым прошла молодость многих сегодня присутствующих, руководителей, тех людей, кто пришел посмотреть. И когда разрабатывался проект, мы направили средства, но самое главное было найти тот компромисс между сохранением культуры, быта, того, что было, и найти что-то новое, технологичное. Поэтому сохранили фонтан. Второй этап работ в парке машиностроителей запланирован на 2022 год. Изменения ожидают входную группу, хозяйственный административный блок. Также на территории появятся читальные и шахматные павильоны, сцены со зрительной площадкой и беседка для молодоженов. Наталья Балашова, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной.